удают тут праздник у нас а нам на выходной день дают занятия отменяют народного единства дух народ это сила народ стержень это вы народ народ это мы народ это вы народ это я не нравится это мне нравится что я вот мы с вами это уже народ а вот мы с вами народ ну понятно остальные все проходите остальные все паразит понял ну а чего нибудь мы это у нас научные вопросы здесь или Итак, в научном плане это народ, это что? Как вот учат наука? Да это нация, ну ладно, какая идеология? Причем тут идеология? Если у меня идеи не те, что меня сразу вычеркнули из народа, вот дают, преследуют за идеей. Народность, следующая степень после племени. Народность. А у вас не народность вопрос, а народ что такое? А народ дальше. Это мне напоминает анекдот, народ в поле. Так, товарищи дорогие. Хорошо, вот берем рабовладельческое общество, кто народ? В рабовладельческом обществе. Ну кто, рабы или рабовладельцы? Или все вместе народ? Все вместе народ, да? Просто слой или трудящийся слой? Ну кто трудится в правовладельческом обществе? Рабовладельцы или рабы? Рабы, вот они народ и есть. Так, про феодальное общество. Сложный вопрос. Кто в феодальном обществе создает материальные блага? Кто? В феодальном обществе. Какие рабы? Вы что? Господи. Христиане. Господи, светится имя Твое, да? И же истина не висит. Кто в феодальном обществе? А? Крестьяне. Крестьяне. Значит, кто народ? Крестьяне. Кто в буржуазном обществе создает материальные блага? Пролетариат. Только пролетариат. А крестьяне не создают? Создают. Ну вот, они тоже народ. Рабочие и крестьяне. Вот это народ. А вот помните, дворяне ходили в народ? Куда они ходили? Вот они ходили к этим крестьянам, просвещали их, да? А мы с вами кто? Вы кто? Ну я кто? Кто? Вас оставим. Вы работаете, вы народ. Вот. Правильно. И мы тут трудимся. Так как вы трудящиеся. Сейчас вы учащиеся, что вы? Ну вы готовитесь к труду, все плохого в этом. Человек должен подготовиться, потом трудиться. Все, это ничего такого плохого в этом нету. Еще вы ничего плохого не сделаете. Может потом сделаете, пока еще нет. Некоторые работы. Вот. Значит, так вы слуги народные или парадитами хотите быть? Слугами. Слугами или слугами? Что это вдруг слугами, плугами? Как-то так ударение вы переставили? Слугами. Ну. Это плохо или хорошо? Это очень хорошо. Хорошо. А на какой основе единства? На бесконфликтной. Ну бесконфликтной вы не найдете. Как этого бесконфликта? Вот например, порядочные люди, они все время конфликтуют со всякими разгильдяями, паразитами, негодяями. А вы на бесконфликтной. Обнимайтесь с ними, с этими паразитами. Да? На основе интересов народа. Это нормальный ответ вполне. Можно в общем виде так сказать. Поэтому вполне хорошее дело. Так, ну хорошо. Значит, сегодня раз у нас староста, хотя он так вот намекал, что он будет сегодня выступать и лидером будет. Он лидерство выступил. Теперь уже будет конкурс. Я еще раз. С анализом коллективного договора выступать было. Ну, предают людям трибуну. Возможно, Ленина вот жестко высказалась. Кто добровольно выступает политическому влиянию, тот заслуживает того, чтобы это политическое влияние у него отобрали со всем. Вам дали трибуну? А в следующий раз проходите, вам больше не дадим. Все. Так. Ну хорошо. Так вот, мы в прошлый раз с вами разбирали вопрос о представительстве работников в коллективных переговорах и коллективных трудовых спорах. А сегодня подготовка к переговорам и коллективным трудовым спорам. Само название этой лекции говорит о том, что прежде чем заниматься переговорами или коллективными трудовыми спорами, что нужно сделать? К ним подготовиться. А некоторые люди говорят, нас не подпускают к переговорам. Зачем вас подпускать? У вас ничего нет. Допустим, если человек не проанализировал старые коллективные договора, а не может составить проект нового коллективного договора, надо ему подпускать его к переговорам по коллективному договору. И не надо его подпускать, толку все равно никакого не будет. Пустой головой придет и говорит, я хочу участвовать в разработке коллективного договора. Как его разрабатывать? Сидят и разрабатывают. Вот вы можете написать коллективный договор? Можно подготовить. Проект. Так это и есть подготовка. Проект можете написать? Могу. Вот и вам никто же не запрещает. Не запрещает. Ну вот, кому-то помогли написать коллективный договор. Как помогли? Взяли, написали с его помощью. Послушали, что ему там не нравится, учли то, что ему нравится и так далее. но у вас в руках есть хороший образец один из лучших коллективных договоров россии россии имея это в руках тем более вы такую работу сделали всем уже дали всем уже размножили разослали но просто еще никто так не сделал я таких студентов еще не имел никогда которые такую работу провели ну и на этом они значит и почили на этом и остановились ну надо пойти дальше вот надо опираясь на это вот свои соображения выставить тогда вы можете чтобы вы могли быть в состоянии посоветовать что-то людям а как можно посоветовать если вы сами свободно этим не владеете так значит готовится на подготовка может состоять вот например в том чем вы сейчас занимаетесь правильно изучить хорошие коллективные договора хорошая подготовка будет по переговорам то что вы хотите требования лучше искать интереснее сделать или и просьбы или предложение в администрации или вы хотите так сказать вот прийти и ждать когда будут предложения администрации но администрация чем занимается она обеспечивает прибыль работодателя правильно у нас какая задача всех наш наших единиц хозяйственных какая прибыль прибыль цель деятельности но допустим страхового общества медицинского что думаете вас лечить что ли какая цель страхового медицинского общества нет ни денежки а прибыль получить надо чтобы денежки которые получены и денежки которые затрачены так сразу к такс относились что получилось прибыль чем больше прибыль тем лучше вот у меня был студент такой товарищ беляев председатель ленсовета в свое время вот я его встретил однажды на невском так мы с ним поговорили беру как дела до греха сейчас работают ведь работаю в страховом обществе ну и как грудь какой какая зарплата вид до 20 тысяч долларов так вот мучается человека и все должны делать страховое общество но они значит первым делом что делают они эти медицинские страховое общество обеспечивает себе доход правильно потом уже что-то достается врачам ну а если что останется то достается уже пациентам так логично логично и поскольку цель прибыли удивляться этому нельзя мы в каком почти живем буржуазном если у нас сказать это норма и общество является создание предприятий с целью получения прибыли это законно законно легально законно поэтому удивляться этом или возмущаться как-то странным в общем то есть вы можете с этим быть согласны не согласна но вы должны это знать считаться с этим поэтому удивляться что пришли представители работодателей будут отстаивать прибыли работодатели но не надо правда то есть вы должны как с ними разговаривать ну как вот вы хотите в чем-то их убедить если вы не примите во внимание какую цель они имеют вот вы можете показать им что вот то что вы предлагаете не только улучшит положение работников но увеличит их прибыль это будет основа компромисса правильно а если вы скажете надо улучшить положение работников кстати заодно и снизится ваша прибыль хватит уже вам столько много получать понравится им это на переговорах не понравится мы вообще-то делаю не в том чтобы обязательно понравится но если мы можем найти какой-то компромисс почему его не использовать компромисс как вы понимаете дескать давайте вот компромисс я сейчас у вас все забираю вот телефон забирая это забирать деньги сдавайте сюда это будет компромисс это компромисс а в чем знак как компромисс это что значит какие-то взаимные уступки взаимные обязательно то есть если нет вот я вам ничего не уступает они у них не компромисс а бандитизм а вот когда мы я вам навстречу иду и вы мне навстречу и мы находим какую-то среднюю точку и вот эта точка это некоторые результат переговоров мы ее оформляем тогда бумагах и так далее но прежде чем это делать мы знаем из закона из трудового кодекса который как я сказал все вы должны прочитать внимательно трудовой кодекс россии там написано что представители работников могут внести предложение по началу коллективных переговоров так и от этого предложения если оно должным образом если они вот законные представители мы уже обсуждали прошлый раз как они могут стать законными представителями от него нельзя отказаться то есть если мы вот внесли перед предложение представители работников внесли предложение то через указанное в трудовом кодексе число дней работодатель да в предложении должно быть указано что с нашей стороны там будет такие-то четыре человека просим их соответствии с такой-то статьей трудового кодекса освободить от работы заплаты по среднему на время на период переговоров а то подумать что пока вы говорите они освобождены от работы а потом сразу побежали опять всех нет на период переговор вот сколько будете будет период короткий значит быстро договорились они пошли работать на свое рабочее место если длительный период до трех месяцев с оплатой по средним а если еще дольше переговора ну тогда уже должны быть другие работники этих больше нельзя использовать они три месяца свои отсидели на переговорах следующих а так пожалуйста если администрация хочет чтобы все время с ней переговаривались это ее дело она может хочет чтобы не начиналась забастовка бывает такие и полтора месяца может полтора года может вести эти переговоры и будто оплачивать по среднем потому что потери от забастовки будут гораздо больше так так что если есть законные представители работников то вопрос о начале переговоров не стоит обязанность есть если скажем этого не выполняет можно подать в суд что работа даже не начал переговор он должен что сделать вот если вы прислать предложили четырех своих он должен выставить какое-то количество переговорочка ты его уже делал хоть четырех хоть дух хоть одного это не имеет сам может вести переговорах то есть генеральный директор дело в том что решение принимается по согласию сторон нет согласия какая разница 24 там будет или три или два вывод выставили четырех хорошо он выстрел пятерых или двух или трех это и выдел и он должен сдать приказ что вот такого-то числа начинается коллективные переговоры между работниками в лице таких-то 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 предложенных профсоюзом или комитетом который избран на конференции и работодательном в лице заместителя директора по режиму заместителю директора в экономике заместителя директора по финансам и там кого считает нужного или исполнительного директора еще или сам директора по кадрам там Что он считает нужным? Это его дело. Каждая сторона, она сама формирует состав тех лиц, которые участвуют в переговорах. И дальше начинаются переговоры. И чем вы собираетесь агитировать, аргументировать на переговорах? Как вы будете убеждать, товарищи? Как вы будете убеждать? Вот я работодатель, сижу с вами на переговорах. Вы как собираетесь меня убеждать? Что вы мне скажете? Зачем принимать ваше предложение? Мне. Вам зачем это? Вы заинтересованы в моем труде. Вы и так трудитесь, никуда вы не денетесь. Не будете трудиться, а с уволю. Еще какие у вас соображения, мысли есть такие ценные? Вам это выгодно, и мы будем трудиться. Чем это выгодно? Вы будете трудиться лучше, а чем вы это подкрепите? Я буду помогать вам получать прибыль. Как вы мне будете помогать? А вот без меня вы не сможете ее получить? Нет, я то, что без вас не смогу, я и сам знаю. А как вы мне собираетесь помогать? Вы собираетесь повысить себе зарплату, это вам помощь, а у меня прибыль упадет. А вы как хотите сделать мне выгодно? Все, что вы предлагаете, у вас не интересуют ваши предложения. У вас какие-то предложения, как мне выгодно сделать, как вы собираетесь сделать мне выгодно? если вы поднимете зарплату ну да мы конечно не будем делать больше мы будем делать качественно больше не будешь идет на хороший нравится мне еще нет никаких вас среде смысле больше делать него ничего себе я не я им поднимать зарплату должны они не будут делать больше не хочу ли вам вообще размечу вам обязан я разговаривать я буду разговаривать но и сюда предложение вообще не принимается а еще какие соображения есть вас тоже нет никаких вы сейчас над статьей думаете да а вы как бы предложили чего то есть что вопрос мы хорошие то есть вы по крайней мере наладили со мной мирные отношения такие искать от его просто хороший вопрос уже у нас контакт да да но вы хотите у меня из кармана деньги взять это не нравится а вы что скажете ничего не сказать а зачем вы пришли на переговоры если вы ничего не можете сказать вот зачем вы такого направили переговорную группу как ничего не умеет сказать вы хоть готовились переговором вот мои все готовились а вот товарищ я его спрашиваю Только что у вас, болванчики тут собрались? Ну, как вы себе представляете, переговор? Давайте смотреть. Труд должен оплачиваться. Хороший труд, качественный. Должен хорошо оплачиваться. Ну, хорошо. Должен, ну и что? А если оплачиваться будет плохо? Я считаю, что очень хорошо оплачиваться ваш труд. Очень, даже чрезмерно. Ну, знаете. Я с такой труд, не очень качественный, а я его оплачиваю чрезмерно. Труд как оценивается? Результатом. Пока мы видим результат не такой хороший, как бы он мог быть. Возможно, мы сделаем проверку. Один месяц вы повысите нам зарплату, а мы посмотрим на результат этого труда. И что? Ну, что вы обещаете-то мне? Интересно. Я вам должен повысить, а мне ничего не обещайте. Так не делается переговор. Вот только что нам объяснила, вот есть что-то хороший человек объяснила, она понимает, что компресс должен быть взаимный, а у вас я просто должен взять и повысить зарплату. Спасибо. Ничего вы мне не обещаете. Детский, а мы посмотрим. Сначала у меня выведите деньги из кармана и будете смотреть. Давайте лучше я у вас из карманов вынуть деньги и буду смотреть. Я куплю себе бинокль, буду на вас смотреть через бинокль. Сейчас мы производим, не знаю, тонну какого-нибудь зерна. Ну? А будем производить при повышении зарплаты полторы. Вот это мне нравится. Так, я сразу, зампусть посчитает, какая будет у меня прибыль. Так, минус зарплату. Это какая будет доход общий. Минус зарплату. Что будет с прибылью? Если прибыль получается больше, тогда подписываем. Так, а вы вообще сюда пришли не за тем. Давайте с вами подписывать будем. У вас вообще-то единая позиция или только вот она так считает? А вы так не считаете. То есть она говорит, что вы будете полторы тонны, а вы ничего этого не говорите. Вы говорите, что столько же. Вы как-то... Давайте сделаем перерыв. Вы идите там, договоритесь и что-нибудь с одним придете. Сейчас вот вы придете, или вы скажете, что она, тогда вот я готов подписывать. А если вы скажете, скажете, есть молчать и опять свою вот эту ерунду, дескать, просто я должен поднять зарплату и все. Меня не устраивает. И не сапожать. Вот. То есть это вот переговоры. Обычно сколько переговоры могут длиться? Ну, час, ну, полтора, ну, два максимума. В неделю. Где вы должны находиться, вот, освобожденные от работы, работники, где вы должны находиться в остальное время? Готовиться. Готовиться. Как вы собираетесь готовиться? Сидеть, с книжками обложиться, да, или что? Трудовой кодекс изучать. Вы чьи заступники? Да, вы трогали. Ну, что вы с народом не работаете? Идите к народу, бригадой, там им разъясняйте, что требует работодатель, что он хочет, что вы хотите. Вы не хотите, чтобы они вас поддержали? Потому что вы... Ваша задача настроить коллектив так, чтобы он вас поддерживал. Если он вас не будет поддерживать, никто с вами разговаривать не будет. Вас с вами разговаривают только потому, что вы выражаете позицию коллектива. Потому что, ну, вообще работодателю поссориться с коллективом и представителю работодателя опасно. Потому что найдут другого представителя работодателя, который не ссорится с коллективом. Правильно? Не сработался с коллективом. Выгнали генерального директора. Выгнать генерального директора вообще ничего не ссорится. Рабочего труднее выгнать. А что генеральный директор? Он там, там ничего, никаких защитных мер нет. Кроме золотого парашюта, как некоторые делают. Дескать, если его выгонят, то он должен 120 миллионов получить. Это бывает, знаете, да? Некоторые себе. Поскольку он, если он сразу генеральный директор, он успел с собой заключить договор от имени работодателя. И он как трудящийся, потом идут в суд, пытаются у него эти деньги забрать. Он говорит, так вот суд говорит, это же работник ваш. Вот работник по договору должен получить 120 миллионов в случае увольнения. Ну, так вы подписали, это законный договор, законный договор. Законите 120 миллионов и отдали. И все. И так некоторые с этим и уходят. Так, ну ладно. Значит, с народу пойдете. А вот если вы будете без народа, то да, это ваше сидение там с администрацией. В чем ваша сила? В том, что вы опираетесь на... Например, вот я говорю вам, вам нравится мое предложение? Говорят, не знаю, мне это нравится. Но я сейчас пойду в бригаду поговорю с ними, может, им тоже понравится. А потом приходите и говорите, Михаил Владимирович, я пошла, меня чуть не убили. Я им рассказал, какое хорошее у вас предложение. Говорят, да ты что, больше к нам с этим не приходи, даже убедить себя не хотим с такими предложениями. Поэтому, извините, вот мы это никак не можем согласиться. Зачем вам на себя-то брать? Ваше дело, мы тут, вот только представители народа, мы тут вот на переговорах. Приходите туда, пойдемте с нами. Тут докеры однажды пригласили. Конев такой зам... зам директора по режиму. В компании. Он один раз сходил, так поговорили с ним рабочие, что он больше никогда в бригаду не ходит. Не-не-не, говорит, я туда больше не пойду. То есть, некоторые так понимают переговоры, что надо сидеть и говорить, и говорить, и говорить. Ну вот вы меня можете переговорить? Не можете у меня переговорить, потому что я профессионал, как у меня собирается переговорить. Я буду с вами 24 часа говорить, вы уже умрете, а я все буду говорить, говорить, говорить. То же самое, директор выпускает кого? Ну, выпускает тех, которые так для того и существуют, чтобы говорить, говорить, говорить. То есть, надо понимать, в чем сила работников. Что представители работников не должны забывать, что они представители. Они просто, они тут собрались. Хотя, по закону, вот тоже, если представители подписали, все, никто не может опровергнуть. Ни один суд, ничего. Раз вам полномочия дали, как представителям, все, вы можете подписывать все документы. Вот был такой случай в порту. Товарищи докеры пригласили серьезную организацию медицинскую для того, чтобы выяснить, какое количество груза можно в течение смены вручную переносить. И у них стояло раньше 60 тонн на человека. Вагон. Вот вагон разгрузить, один человек разгрузит вагон. Вот он норму выполнил. Потом у них стало, они, значит, перегритивный договор сделали, у них стало 24 тонны. Ну, вот, скажем, 24 тонны, это вполне достаточно, чтобы и я умер, и вы умерли, и другие наши коллеги после такой одной работы. И вот они пригласили, профсоюзная организация пригласила, за деньги, конечно, потому что никто там, работу по исследованию просто так, за здорово живешь, по дружбе не делает, заплатили профсоюзные деньги, с профсоюзных взносов, за то, чтобы провели анализ, сколько без вреда для здоровья можно вручную перегружать в сутки, в течение смены. И анализ показал, что если больше 12 тонн на человека, больше 12 тонн, то идут необратимые изменения, необратимые. А в чем они состоят? Ну, вот я, у меня есть товарищи среди докеров, у них, например, у товарища Федотова, который 17 лет отработал у него 11 грыж позвоночных, межпозвоночных. И Дохер, например, называет, кто такой лентяй? Лентяй – это человек, который взял два мешка. А почему он лентяй? Потому что ему лень два раза сходить с одним мешком. А мешки по 100 килограмм. Так вот, исследование показало, что больше 12 тонн не может быть. И вот товарищ Каретников, которого направили в группу, вот он стал разговаривать на переговорах. Ему говорят, ну, давайте оставим, давайте Дружба, Мир, давайте оставим 24 тонны. Он говорит, да, давайте. И все. И так эти 24 тонны в этом коллективном договоре и стоят. 24 тонны. Хотя уже таких работ все меньше и меньше, ручных. Но, например, я вот был на субботнике и в трюме корабля, и в каске был, и даже фотографию мне дали, теперь куда-то ее потерял. Поскольку меня спросят, работали ли я Докерн. Да, работал. А сколько я не распространялся? Один день. И работа была такая. Вот представьте себе, трюм весь забит коробками с американскими корами, окорочками. По 30 килограмм коробочка такая. Ну, что такое 30 килограмм? Да? 30 килограмм ничего же, вам не стоит поднять. Ну, ведро 10 килограмм с водой. А тут 30. Ну, как бы три ведра. Поднимаешь сразу и кладешь. Что нужно делать? Взять и положить на поддон. А дальше краном. Поддон поднимают наверх, а дальше перегружают на погрузчики. И дальше в вагоны, и он уезжает. Куда-то дальше. То есть, простая задача. Взять и положить. И вот представьте себе, пятиэтажный дом, трюм этого самого корабля. И весь в этом самом, в окорочках все лежат. Все коробочки такие сложно, сложно, сложно. Надо еще смотреть, как это вытаскивать, чтобы они на вас не посыпались. Это не было последним походом в трюм. Это само собой. Вот. Во-вторых, там, естественно, мороз. В-третьих, наклоны такие делать, полезно. Правильно? Если 20. Ну, 25 полезно. Ну, даже 30 может быть полезно. Но 40 вряд ли уже полезно. А вот 2400 наклонов в течение смены, это не полезно. Более того, вот здесь будет испарено, а тут мороз. И вот у них профессиональная болезнь в докер. Радикулит. Причем как-то я ходил, навещал в больнице. Он прям весь скрученный, так вот в спираль. И мучительная боль у него. Илья Федотов, наверное, домой к нему приходил, Константин Васильевич. Он ходит на этот самый ногой. Я обвил эту швабру и так перемещается. Страшное дело. Здоровые мультики такие, мощные. И инвалидов все больше и больше. Ну, и зато переводят на инвалидность. Потом, значит, им доплачивают на инвалидность. Они могут в другом месте работать и получать какой-то процент на инвалидность. Хотите быть инвалидом? Никто не хочет. Не хотите. А вот там получается все больше и больше. Поэтому вот весь вопрос о подготовке к переговорам, он очень важный. Потому что не получилось, что вы вдруг красный согласились. Потому что права сумасшедшие у представителей работников. То есть уже все. Работники могут ничего не говорить. Вот то, что вы подписали, и все. Вот если у вас четверо представителей работников, то, что вы подписали, никто не может опровергнуть. Поэтому вести себя надо так, как вы говорили, как вы представители народа. Так идите к народу и с ними загласуйте. Как? Ну что вы, ребята, будете 24 тонны или 60, или сколько, или 12, все решайте. Я думаю, и 12 бы договорились. Потому что очень трудно это отстоять было работодателю и 12 тонн. Но поторопились. Это ради компромисса, это не компромисс, это сдача всех позиций. Поэтому надо в действиях проявлять то, что они являются представителями работников. Как этому научиться? На практике надо этому учиться. Потому что в теории это теория, а на практике надо приходить, встречаться, разговаривать, задавать вопросы, чтобы вам задавали вопросы. И поэтому основное время представители работников должны проводить где? Не на переговорах. Работниками встречаться. В одной бригаде, в второй бригаде, в одном подразделении, в втором подразделении. Пока всех не обойдешь. Встречаться и пришли, и как они должны себя вести на переговорах. Вот пришли, сели, говорит, вы знаете, так нам понравилось ваше предложение, я пошла его рассказывать бригаде. Я им рассказываю, они чуть меня не убили. В общем, я во второй пошла, думаю, это плохие люди. Пошла к другим, и те тоже на меня окрысились. Говорят, что ты так, ты что делаешь там? Ты что делаешь? Зачем тебе? Мы тебя туда послали. Я пошла к третьим, те тоже меня с дубиной встречают. Вы знаете, я бы с удовольствием с вами подписал, но иногда на переговорах бывает такая ситуация, когда тот, кто сидит перед вами, он же не работодатель. Работодатель – это организация. Он представитель работодателя. Он говорит, ну, это я не могу решить, это я должен посоветоваться с кем? Ну, с собственником. А собственником, он, переговоры с собственником не предусмотрены. Вы переговариваетесь с работодателем, а его представителем законным является генеральный директор или просто директор. Ну, а директор кого назначит? И вот, вот тот, кого он назначил, с вами так творчески ведет беседу, а потом он говорит, это нет, это я не согласен. Это мне надо вот пойти и посоветоваться с большим балдой. А вы что должны сделать? И нам надо с большим балдой посоветоваться. И куда должен пойти меньшой балда? Меньшой балда должен пойти в те самые бригады, правильно? И посоветоваться с теми, кто вас послал. Они от себя, то есть надо подкрепиться той позицией, которая, потому что в случае чего за переговорами что идет? Не удались переговоры, что за ней после этого идет? Вот вы переговаривались, переговаривались, прошли 3 месяца. Что дальше? Перспектива какая? Нового создавать. Что? Заново все начинают. Заново болтать? Нет, забирать новую группу. И что? Пусть новая группа болтает. Разрабатывать новую группу. А эти бедные работники, все, видишь, одну послали, ничего не сделали, вторую ничего не сделали, третью. А? Что? Все уйдут там. Кто уйдут? Разочаруются работники. Могут уйти, да. И уволятся. Ну, кто куда не уволится? Нет, у нас не работятся. Куда вы уволитесь-то? А дети у вас, если малые, и они кушать хотят, а вы уволитесь, второго придумали. У вас же не будет 120 миллионов? Этот самый золотой парашют. Ваши накопления быстро закончились. Вам сколько сейчас платит государство стипендию? 1450. 1450. Нет, 1450. 186. И вы что, преуменьшаете? Вы очерняете нашу действительность? Нет, я продолжила. Или 1300. А, ну ладно. Сколько? Сколько? 1470 рублей. 1470. Вот, и хотели преуменьшить, между прочим. Это нам подняли. Скоро праздник народного единства. Вы на 20 рублей хотели преуменьшить. Поэтому, надо как говорить, у нас стипендия 1470 рублей. Хочешь похудеть, спроси меня, как? Как? Вот так получать такую стипендию. Вот люди ищут какие-то средства. Деньги платят, некоторые огромные платят. Сколько похудеть? А очень просто получайте такую стипендию. Если вы при этом выживете, то это счастливый случай. Я вот спрашивал там историку, говорю, сколько вам это хватает? Они говорят, на неделю. А я думаю, чего вас так мало? Все меньше и меньше приходит. То есть я не удивлюсь, если люди вдруг не придут вообще. Потому что, ну, все, кончились деньги и конец. Да, нам провезло и все. Хочется поговорить. Да. Вон товарищ Дворкович у нас, вице-премьер, выступал. Говорит, не надо стипендию платить. Сам-то он стипендию получал. Я-то знаю, мы стипендию получали не такую. Я получал стипендию, Чебышевская, с одной четверкой, 60 рублей. А Ленинскую стипендию, у одной пятерки были, было 100 рублей. А директор завода получал зарплату 120 рублей. Ну, туда мы не такие худые были, стройные. Не такие стройные. А вы переговоры вели с теми, кто не дает вам стипендию? Нет, не вели. Да, чего вы хотите? И забастовку тоже. Видите, видите, тяжелое положение? Надо на ком-то сэкономить. Ну, на ком? Студентов. Если не удается стипендию, ну, а вообще закрыть какие-нибудь вузы? И закрывают же. А как их просто закрыть нельзя? Их соединяют просто пачками. А потом говорят, а зачем столько кафедр одинаковых? И разгоняют и преподавателей, и студентов. Не замечаете, как у нас все меньше и меньше студентов в стране становится? Ну, как вы думаете, у нас рост производства идет или падение? Ну, если падение, студентов должно быть больше или меньше? Вы только в государственную позицию займитесь. Если меньше производства, то падает. Нужно увеличивать число студентов в лице? Конечно, нужно увеличивать тогда. Как его можно увеличивать? Хорошо, увеличим. То стипендию урежем. Хорошо, увеличим, то в обои дни тысячи. Безработицы стоят. Четыре с семьдесят, да? Да. Хватит тысячи. И нам рабочие нужны, квалифицированные или нет. Меньше производства, значит, и работников меньше. Ну, меньше производства, меньше продуктов. Меньше продуктов, меньше скушают. Меньше едоков. А это же едоки, это студенты. Это же едят. Вы же ничего не создаете. Вы же только учитесь. Ну, так получается. Хотя, на самом деле, вы что создаете? Вы как раздаете квалифицированного работника из себя. Говорят, а, ничего, уже сделали так. Давайте, сколько у вас было раньше? Пять лет, да? Хватит, четыре. Это что такое? Вот, скажем, вот то, что я получил, называется специалист. Так, по окончании? Ну, пока. Это что, специалист плохо, что ли? Ну, пока. Специалист – это плохое слово, специалист. Вы не хотите быть специалистом? Хорошо. Вам лавры сюда, вот так. И будете бакалавр. В аспирантуру поступать нельзя. Бакалаврам. А у меня нам можно было. Пожалуйста, поступайте. Причем куда угодно. Я поступил, я кончил матмех, поступил в аспирантуру экономического факультета. А вам говорят, нет, 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 идите в магистратуру. И два года денежки, если платную. А если не в платную, то, значит, два года вас надо содержать. Или сами идите, работайте. Или родители, пусть у вас два года будут. Ну, так бы год был бы, и вы стали бы специалистом. А так вы такой же специалист будете, ничем не отличается магистр от специалистов. Ничем. Ни в правах, ни в знаниях. Только вот вечером они сидят. Почему вечером? Можно и днем. А как можно и днем, когда они днем работают? Поэтому вечерние закрыли, открыли магистратуру. Это получилось, перелицевали вечернее отделение в магистратуру. И никаких переговоров. Почему? Потому что народ студенты беззащитный. Они проходят. Какой может коллектив? Вы пришли, выучились, закончили. Поэтому раз беззащитный, выступит такой, это вице-премьер. И как-то еще и голодец высказался. Они говорят, здоровый, пусть работает. Так вы хотите иметь специалистов, которые дневное обучение? И же вечерние. Зачем тогда вы его закрыли? Там и были люди, которые работают и учатся. Вы его закрыли, а теперь говорят, а вы чего тут сидите? Идите, идите, работайте. А вечерком придете со мной поговорить. Так, если чать, они же все дневное закончили. Дескать, хватит, мы уже пришли. Нам конкуренты не нужны. Так, но это уже, так сказать, тематика ближе к тому, кем мы являемся с вами. Ну, речь идет о том, как готовиться к переговорам и как их вести. Значит, вот как подготовиться к переговорам? По коллективному договору подготовка состоит в том, чтобы, а, составить, уметь составить проект коллективного договора. Правильно? А если человек умеет составить проект коллективного договора, он все умеет. Почему? Потому что там вся совокупность требований. Значит, он может, если он может это вот подготовиться к целому, значит, он может подготовиться к части. Правильно? А обратное неверно. Если вы можете подготовиться к части вопросов, то это не значит, что вы можете другие вопросы изложить. Правильно? И вести по ним переговоры. Так, тренироваться нужно еще при подготовке. В чем состоит тренировка? Вот я многократно наблюдал. Сидя, собирают председатель правкома. Вот этих товарищей, которые на переговорах. И говорят, что вы должны выступить там. Вы должны выступить. Вы должны выступить. Вы должны выступить. Потом начинаются переговоры. Вот я там на них сидел в качестве консультанта. Значит, выступает председатель правкома. Ну, я выступлю. А эти сидят и молчат. Так вам что, не надо ничего? А директор видит и замдиректор видит. Вам ничего не надо. Рабочим ничего не надо. Это вот этим надо? А это они воду мутят? Кто? Председатель правкома и консультант. Зачем тогда не надо? Раз вам ничего не надо, идите вот еще. Вы выступать собираетесь на переговорах или только собираетесь сидеть и смотреть, чем кончится? Вот одна армия воюет, а вторая смотрится интересом, чем кончится эта самая борьба с двух сторон. И она говорит, надо же, мы потерпели поражение, удивительно. Мы внимательно-внимательно смотрели. И вот мы смотрим, как вы боретесь, плохо боретесь. Ну а как вот сделать, а как люди простые, простые работники, они умеют выступать? Они привыкли выступать? Нет. Тренироваться надо? Надо. Вот я вот сейчас пытаюсь вас тренировать. Вот он говорит, давайте будете выступать. А вы пришли, говорит. А вот и говорит, а мы позже. Когда позже? Знаете, есть такой, товарищи конфликтологи, такая русская поговорка. Веревочкой не перевяжешь, потом бушком не прибьешь. Время имеет большое значение. Вовремя надо делать, быстрее надо делать, быстрее нет. Почему говорят успешные? Почему так говорят успешные? В чем смысл-то это успеха? Это от какого слова успеха? Успех. Если вы успеете, вот есть борьба противоположности. Объясняю философски. Борьба противоположности, противоречия. Если вы успеете прибавить силу к этой тенденции, позитивной, она и победит. Не успеете. Вот настолько уже силу наберет, негативные тенденции. Вы потом изо всех сил будете бороться, уже ничего не сможете сделать. Вовремя надо. Торопиться надо. Делать добрые дела. И это вашему развитию не только не противостоит, а только будет способствовать. Человек, который успевает все делать, у него хорошее настроение, румянец на лице. Правильно? Правильно. А другой, у него ничего не получается, у него ничего не получается. У него и сердце болит, и то болит. И в больницу он угодил. Я вот таких очень много видел. Коллег у меня. Один у меня товарищ, встречаю, аспирант. Уже он покойный. Я говорю, ты что так выглядишь плохо? Вот, у меня защита, ну все. Так ты редко, говорю, защищаешься. Что ты такой? На самом деле люди, люди, которые не наступают, отступают, они терпят поражение. Из практики медицинской. Значит, армия, в которой наступают, в этой армии раны закрываются. А у армии, которая отступает, у нее раны старые открываются. А вот скажите, пожалуйста, много ли народу болело простудными заболеваниями в блокаду, когда ничего не топили? Много? Слышали, чтобы болели простудными заболеваниями? Я не слышал. У меня мама в блокаду тут пожила. На фронте много? Болело простудными заболеваниями? Мороз, войну. Нет? Ну, те, которые пришли не с тем и стали терпеть поражение немцев, те болели. У них вообще весь план, что они бум-бум-бум, все, захватят Москву. Как погнали их от Москвы, они стали все болеть. Но когда стали болеть, стали хуже воевать. Все думают, что только таблетками вопрос решишь. Таблетками не решишь. Двигаться надо вперед быстрее. И будет у вас хорошее настроение. Хорошее настроение, хорошее самочувствие. Хорошее самочувствие. Будете здоровы. В общем-то, можно сказать, о здоровье речь идет. Здоровые коллективы, здоровые работники, здоровый завод, предприятие. Ну, вот, в принципе, вопрос поставлен был правильно. Вот я бы, скажем, если бы не поставил, я бы сказал, куда вы пошли. Так она уже сказала, что нужно делать. И она сможет смело идти, что надо. Мы сделаем больше в полтора раза. Вот я, когда выступал по проекту Трудового кодекса в Думе, я тоже думал, вот я иду на заседание Думы. Что им сказать? Ну, сидят представители, кто там сидит в Думе? В основном представители, работодатели. Четыре человека внесли тот проект, который мы с товарищем Федотовым, начальником Корсаловского правового отдела морского торгового порта, профсоюза докеров морского торгового порта, написали. Его внесли четыре депутата. Корсаков, Григорьев, Шандемин и Ионов. Ионов я никогда в глаза не видел, он где-то подписал, и так вот он и шел. Шандемин из Брянска. Считался рабочим. Но он давно был в Думе, уже давно забыл, наверное, как и работают. Но еще вот выступил. А Корсаков, член Совета рабочих Москвы, а Григорьев из Соснового Бора, на электростанции инженер, на атомной. Вот они подписали. Вот я и должен рассказывать про этот проект наш, который внесли эти товарищи. Думаю, что я им скажу? Вот представители, работодатели, что я им скажу? Вот я примерно так вот, как ваш коллега. Так я и выступал. Говорю, ну вот вы хотите ехать быстро на коне. Ну а будете его плохо кормить. Вместо того, чтобы кормить его овсом, будете кормить гнилой соломой. И что будет? Ну он упадет, сломает вам шею. Сам упадет, а вам шею сломает. Вам это надо? Я хочу вам сказать, что за нас проект один член Единой России проголосовал. А поскольку был митинг около Государственной Думы, которую докеры проводили, и Жириновский проходил через этот мимо, бабушка одна с древком от какого-то там флажка стукнула по голове, он воздержался. Против не проголосовал. Так, накал был очень большой. Это отдельный у нас будет разговор. Я расскажу об этом, как принимался Трудовый кодекс, потому что такой конфликт уже выходящий за рамки одного предприятия. Это было связано с рассмотрением проекта кодекса. Но человек, который умеет составлять коллективные договоры, может составить и кодекс. Правильно? Почему? Потому что что такое коллективный договор? Это норма права. Более того, что такое коллективный договор? В нем нельзя записать то, что хуже. То есть записать можно то, что хуже, но это не будет действовать, оно противозаконно. Нельзя записать в коллективный договор то, что ухудшает положение работников по сравнению с установленным законом. И если это записано, то это недействительно. А вот то, что лучше можно. А что? Никаких границ законодательство этому не дает. То есть о чем договоритесь с работодателем? Пожалуйста. Если у вас отпуск 30, а вы напишите 35 в коллективном. Пожалуйста, 35. Если зарплата там минимальная в стране мрот 7 тысяч, ну вот докеры все записали 6 минимальных. Это минимальная ставка в порту для уборщицы. 6 минимальных окладов российских. Ну а дальше пошли коэффициенты там. Выше, выше, выше и до генерального. И все это работало. И инженеры технической работы мне спрашивали у докеров, когда у вас будет забастовка, потому что кто им повышает зарплату? Только докеры. За ней эту минимальную ставку повысят. То есть можно улучшить, повысить зарплату даже путем снижения прибыли. Это значит, это значит изменить вообще право. Почему? Потому что коллективный трудовой договор это локальный нормативный акт. А если на многих предприятиях будет это право изменено, улучшится положение работников, и вместо бешеных прибыли будут высокие, а зарплаты вместо низких будут большими. Вот и все. Так что это очень важный процесс. Это вот некто, ну а подумаешь коллективный договор, так это вот люди право меняют сейчас, не когда-то там в будущем, когда будет другая власть там и так далее, а вот сейчас вам закон позволяет изменить правовые нормы. На одном предприятии, ну это закон предприятия, на другом, на третьем, на пятом, пожалуйста, объединяйтесь, в профсоюзе меняйте хоть на всех предприятиях. Кто вас ограничивает? Никто не ограничивает. Кто запрещает? Никто не запрещает. А что нам мешает? А вот это и мешает, я отложу, я не буду. Вы хотите на одном предприятии изменить ситуацию или во всей стране? А во всей стране это много времени вот раз понадобится или мало? Много. Если много, значит, вы до скольки лет собираетесь это бороться? До глубоких седин, чтобы что-то сдвинуть, иначе ничего не сдвинешь. Можно стипендии установить уже не для себя, а для каких-то своих внуков на уровне не 1470, а 14700. Это много что ли стипендий 14700? Вот и будет есть 14700, я вас уверяю, такая же стройная будет. Потому что 14700 не растолстешь. Еще никто с 14700 не растолстел. Таких мы не знаем случаев в России. У нас средняя зарплата 30 тысяч. 30, а не 14700. У меня жена доцент из технического университета Санкт-Петербургского имени Кирова 13 тысяч получает 13 тысяч рублей. Так что я себе представляю, что это такое 14700. То есть вот сейчас мы занимаемся подготовкой, и вообще люди должны к этому готовиться, не только тогда, когда наступят переговоры. К этому надо быть готовым, потому что это надо готовиться нужно не тогда, вот как студенты, вы же готовитесь для того, чтобы всю жизнь пользоваться своими знаниями, правильно? Ну лет 40 будете пользоваться. Как минимум. Ну и вот к этим вопросам жизненным надо подготовиться так, чтобы можно было потом в нужной остановке уже, как обученные люди, действовать. Дескать, ну ничего, когда нам придется действовать, мы тогда что-нибудь придумаем. Это поздно будет уже придумывать, надо решать, а вы еще только придумывать будете. Поэтому вообще это вот практику откладывания. Я, например, вот хочу сказать, я был студентом на первом курсе, я уже на первом курсе, я сдал все экзамены до 1 июня. Ну как вот сдать? Ну вот первый семестр я как ни приду, и были люди из математических школ, они все уже решили, а я не решил, хоть одну задачу дома-то не решил. Сижу до ночи, никак не решил. Ну постепенно я после первого семестра уже немножко научился. и начиная со второго семестра я вот договаривался с преподавателем, а можно вот сдать раньше ваш курс? Он говорит, пожалуйста. Да раньше было очень просто в университете. Идешь, деканат, берешь зеленую бумажку, в эту зеленую бумажку вписываешь результат экзамена, потом вы несете и там записывает вам ведомость. Ну вот я как только уже сдал, уже значит у меня в расписании дырка. В это время я могу сидеть, заниматься, готовить следующий экзамен, потом в следующем случае я к первому июню все готовил, приготовил и поехал с пионерлагерем университетским. Пионер вожата. Мы гуляли там, купались. В это время другие мучились, сесть все сдавали. Ничего плохого. Ну сейчас я, например, у меня некоторые просят, а можно сдать раньше? Я говорю, можно. Ну как я могу сделать? Это нам никто сейчас вам такую бумажку не даст. Ну, можно сделать так. Вот я говорю, пожалуйста, сдавайте раньше, я вам напишу на бумажке просто и подпишу, чтобы получили сток. Вы с ней придете ко мне на экзамен, я вам впишу в ведомость или кому-то вы доверите, кто придет вместо вас с этой бумажкой и с вашей зачеткой и впишу в ведомость и зачетку. Ну, если вы не придете, я поставлю неявку на экзамен с вытекающим отсюда. Почему? Потому что вот нету такого. Дискотовы слишком быстро будете умны и меня догоните и будете профессором. А я вот стараюсь подольше это оттянуть. Так? Так. То есть, можно ли эту вот всю подготовку всю изложить, так сказать, только чисто теоретически? Ну, по идее, можно. Но вот надо видеть, к чему надо готовиться. Надо вот готовиться и просто к дискуссиям какие ведутся. Вот мне приходилось заниматься этим делом, поскольку нас направляли на учебу специальную к психологам. Вот они объясняют, как вести полемику. Дескать, вот сажаем вас у телевизора от нас с вами для записи, потом по телевизору будем всем показывать, чтобы посмеялся народ. И начинаем полемизировать. Вот, например, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Попов Михаил Васильевич, а вас как? Дескать Андрея. Товарищ Андрей, это вы вчера зарезали женщину? Правильно я понимаю, что вы вчера зарезали женщину? Нет. Неправильно. Все, вы проиграли. Ну, потому что все преступники говорят, когда их спрашиваешь, они говорят, мы это не делали. То есть он ведет себя точно как преступник. Согласитесь? Вот, попробуйте вы на меня напасть, теперь ваше очередь. Только не надо жалеть этих профессоров. Не надо. Давайте. Ну, вот. Ну, что? у нас тренировка или нет тренировка? Тренировка. Ну, так все, давайте что-нибудь проскрыться. Я-то вам что-то какой-то гадость сказал, да мне-то какой-то такой, только покруче должны меня сказать. Ну, не знаю, это, кажется, такой манипуляции как-то не очень. Какая манипуляция? Вы в жизни с этим встречаться будете все время. Какая манипуляция? Это не манипуляция, а тренировка. Ну, вот нас тренировали. Я целую неделю там кормили, поили, каждый день в сауну водили. Икари все время тренировались. Я с одним товарищем 20 минут прерывался. Вы должны что сказать? Можно я за вас скажу? Вот считайте, что вы, Михаил Васильевич, а я был. А правильно ли я понимаю, Андрей, да? Правильно ли я понимаю? Нет, вы уже будете про меня говорить. Правильно ли я понимаю, Михаил Васильевич, что вы зарезали трех человек, и что вы себя увесили от ответственности? Вот про меня такое говорите. Правильно ли я понимаю? Вы же так мягко говорите, это вы же не утверждаете, правда? Правильно ли я понимаю? Вот человек, который скажет нет, это он, значит, ведет себя как преступник. Ну, человек, который скажет да, ведет себя как дурак, потому что он скажет да, я. Ну, если я, вяжите его, правильно? А если нет, тем более вяжите. Все преступники так говорят. То есть, и так вы проиграли, и сякое. А как надо сказать? Вот так надо и сказать. В следующий раз вы снова мне говорите. Я снова вам уже говорю. А правильно ли я понимаю, Андрей, что ведь вы и зарезали не только женщину, еще там были люди, которых вы тоже убили. И вот хотите теперь уважаемого профессора обвинить в этом? Не стыдно вам? А считались хорошим студентом. Ну, ничего, там есть органы, которые разберутся. Это реально я понимаю? То есть, вопрос сам по себе, он мягкий, правильно? То есть, я ничего не утверждаю, я просто спрашиваю. И тот, кто на него отвечает да, оказывается в дураках. Отвечает нет. Вы признаете, что вы зарезали человека? Отвечайте. Да. Ну вот. Так, вяжите ее. Ну спросите меня теперь так же. Михаил Васильевич, вы признаете, что вы убили пятерых детей вчера? Я детей не убивал. Вместо лекции. Видите разницу? Потому что слово признаете, оно обманное, оно, это слово ловушка. Если я скажу, что я не признаю, я еще хуже, я убил и не признаю. Вы-то сразу признались. Ну, чесосердечное признание, значит, уменьшает наказание. Вам будет не 25 лет, а 23. А мне ничего не будет, потому что я сказал, я нигде не убивал. Я под эту ловушку не влез. Не надо говорить, признаю ли не признаю. И первое, что сделает, если вы попадете к следователю, вас будут спрашивать, признаете ли вы что? А вы пишите, я не. И все. И вы скользнули. Если вы признаете, все. Если не признаете, то есть вы и сделали, но не признаете. Слово признание, это оно предполагает. Вот признаете, что у вас вот ручка синяя. Но если вы скажете, что нет. То есть слово признаете, уже как бы констатирует сам факт, а остается только субъективное признание или непризнание этого факта. И это вот подготовка тоже к переговорам. Как вы подготовитесь к переговору? Вам жалко противника на переговорах. Что вы его жалеете? Вы же мягко говорите. Вы же не утверждаете, что я кого-нибудь там убил. Вы просто спрашиваете, правильно ли я понимаю. Вы хотите выяснить, хотите меня оправдать? У вас же очень мягко это все звучит. И я вас очень мягко спрашиваю, а правильно ли я понимаю, что вы... Это все очень мягко. Не надо говорить, вот вы убили. Зачем? Правильно ли я понимаю, что при всем, так сказать, вашем, так сказать, таком виде, таком благоприятном, благообразном, вы все-таки вырежете людей. Правильно ли я понимаю? Чего молчите? Что надо сказать? А это мне вопрос? А кому же я? А я уже все сказала. Чего вы сказали? Я снова вас облил грязью. Вы так и будете сидеть? Я еще вас оболью. Я честна на переговорах. Что? Ничего себе. Все жулики говорят, что они честные люди. Я сразу чувствую просто, что вы жулик, ясно. Просто сразу видно. Ну, какой он жулик. А первое, что он делает, он втирается в доверие. Вы знаете, что такое мошенничество, нет? Почитайте, в Уголовный кодекс написано мошенничество – это злоупотребление доверием. Вот я вам доверял, а вы меня бойтесь в заблуждении. Ну, все жулики как думают? Вот человек, вот все эти вот пирамиды, на чем основаны. Идите, мы вам сделаем, будете богаты. И у вас деньги утаскивают. Я же только что, вы на этом примере, надо было сказать, а правильно я понимаю, Михаил Васильевич, это вы вот… Мягко надо так. То есть вы не злобно должны. А правильно ли я понимаю? А дальше все свое там, дальше вот сами. Но сначала надо такую вставочку. И вот кто первый остановится, не выдержит, скажем, ему наговорят уже с три короба. Тот проиграл. Скажет, или да, или нет. Вот не надо ни да, ни нет. Надо так вот переносить на противника. Не выступает, или когда выступает, не в попад, или не знает, что говорят. Или, или пытается из себя изображать не представителя, скажет, вы знаете, говорит, очень то, что вот вы говорите, очень убедительно. И то, что мне вот вы говорите, мне очень нравится. И то, что вы говорите, кажется очень логичным. И то, что вы говорите, очень интересно. Вот я пойду обязательно, сейчас вот сразу, после переговоров, пойду и понесу ваши вот эти слова, прикады, и все, я им все расскажу, что вы предлагаете, что вы говорите. Вы приходите на плечи, такая взъерошенная, непричесанная. Вы знаете, говорит, я их пошла им рассказывать, уговорила, как хорошо работодатель, такой добрый, вот и такие предложения хорошие. Так они взяли уже, хотели меня убить, с этим предложением, еле убежала оттуда. Не, извините, мы не будем соглашаться. Я-то согласна с вами. Но эти заглодиты, они меня... Зачем? Вы надо с контактами с тем, с кем переговорились. А эти вообще ужасные люди. Они забасовку объявят. Я вам говорю, да вы что? Ни в коем случае. Они говорят, нет, если не согласится, мы объявим. Вы-то еще. Вы-то друг, наш друг. Ну, в общем, все такое переговор. Концерт. Мы с вами давали определение конфликта? Какое определение? Не надо, только не надо, вот это вот, не надо вот это трогать бумаги, вот конфликты. Мы говорили, что конфликт – это борьба. Во-первых. Это во-первых. Сейчас будет первое, второе, двести шестнадцатое. Это аргументы силы. Вот, такое обострившееся противоречие, когда аргументы силы уже. А вы, так сказать, как бы, эта сила уже тут присутствует, но она как-то завернута в мягкую такую форму переговоров. Потому что уже на переговоры люди выходят, зная, зная, что они не договорятся. Правильно? Что вы знаете? Вы слышали, чтобы на переговорах просто кто-то что-то добился? Просто на переговорах. Я таких не знаю фактов. Может, вы знаете, кто-нибудь, если вы встретите, мне расскажите. Переговоры – это предварительная стадия перед началом коллективно-трудового спора. Но если вы собираетесь сделать коллективно-трудовой спор и поняли, что и на что они соглашаются, потому что вы как бы неформально разговаривали, уже у вас были эти беседы неформальные, сколько раз и приглашали, и приходили, и гонили, и писали. А теперь вы переходите в формальную стадию. С чего надо начинать? С очень мягкого, с переговоров. Куда вы торопитесь? Чтобы подготовить забастовку, нужно много-много-много работать. С кем? С коллективом. И что вы сейчас пойдете? Никто не сможет сейчас бастовать. Вы когда-нибудь организовывали забастовку? Это очень тяжелое дело. Надо, чтобы, если меньше половины остановят свою работу во время забастовки, это что будет тогда? Вот этих всех уволят, потому что они прогульщики. Потому что в забастовках это больше половины остановилось, правильно? Если меньше половины, вы остановились, вот вас и увольняем. Эти молодцы. То есть надо, чтобы забастовка была, однажды забастовку в порту одна минута. Все, была пройдена вся процедура полностью. И в 6 часов утра, администрация не шла ни на какие уступки. И в 6 часов, по поводу коллективного договора, и в 6 часов утра, 1 сентября, администрация пришла посмотреть, что будет. И в 6 часов утра, вот это привычное жужжание, там, и гудение, которое было в порту, вдруг сменилось абсолютной тишиной. все замолкло. Через минуту статичный комитет принял решение о приостановке забастовки и продолжении переговоров с администрацией. Тут же она уже тут у нас сидела, тут же с ней встретились, она все подписала. Ей не надо было показывать на это долго очень, она понятливая. Если люди могут остановить весь спорт на минуту, они могут и на 2, и на 3, и на 1, и на 2, и на 5. Вот и все. То есть искусство, забастовка еще это искусство, а не просто давайте не будем тупо, не работая. Или вот докеры 10 лет назад, когда они бастовали за коллективный договор, они бастовали не так, как другие. Вот для этого я сейчас спрошу, что такое забастовка. Кто-нибудь знает? Слышали такое слово? Да. Ну и что это такое? Не скажу, она говорит. Отстаивание своих интересов. То есть стоять надо. Хорошо. Отстаиваю. Отстаиваю свои интересы. Мои интересы преподавателей, я отстаиваю. Стою. А не говорить ничего не надо, только отстаивать. Только отстаиваю. Вот я отстаю. Долго надо стоять? Долго. Пока интересы сами не отстаиваю. Что такое понятие забастовки? Что вы мне даете? Гнилую какую-то кошку. Дайте понятие забастовки. Нужно не просто стоять, еще и говорить нужно. То есть стоять и болтать. Понял? Нет, не просто. Все ясно с вами. Так, забастовка, что такое? Это акт. Тихо, тихо, вам уже давали слово. Все. Что такое забастовка? Протест против... Протест. Я протестую против того, что меня убивают. В позу встал, а меня убивают. Хорошо. Меня вешают, я протестую. Ну, спасибо. Забастовка. Это остановка работы. Молодец. О. На сколько минут? На одну? На любое время. Что точно? На любое? 30 секунд. А вдруг 30 секунд, это детально важно. О. Человек, видите, у вас есть, вы будете представителем группы на переговорах со мной. Значит, забастовка, дорогие товарищи, это полное или частичное. В кодексе написано. В кодексе. Вы не читали трудовой кодекс, я все понял. А если читали, то не заметили, не обратили внимания. Это полная или частичная остановка работы с целью добиться выставленных требований, реализации выставленных требований. Полная или частичная остановка работы. И вот докеры, добиваясь заключения коллективного договора, они такие сначала применили вещи, которые, собственно, к забастовке не относятся, а именно, прекратили выходить в выходные и праздничные дни. Вот вы обязаны работать в праздничные дни? Почему на лекцию не приходите в воскресенье? Не обязаны, правильно? Не обязаны. Ну, тут и докеры решили. Все, в воскресенье не выходим, в субботу не выходим, идем с детьми в ЦПК. Так, а сверхурочные вы обязаны работать сверхурочно? А сколько сверхурочно можно работать в Российской Федерации? В год. Так вы заступница или не заступница народная? Нет, еще не заступница. Вы пока в становлении только еще заступница. Не знаете, сколько можно. Сколько можно? Кто-нибудь знает, сколько можно работать в год максимально? Сверхурочных работ? Нет, не что происходит. Происходит, вы видите, бесконечно работают сверхурочно люди. По 60 часов в неделю. А вот сколько по закону сверхурочно можно работать? Сколько? В год. В год. Уграничения в год есть. Зачем вы спрашиваете в год? Давайте я скажу, в течение двух дней сколько, вы все равно не знаете. В течение двух дней сколько можно работать в сверхурочно. Попал я в точку? Попал. В кодексе все написано. Не читайте кодекс трудовой. У нас социально-трудовой конфликт. Вы должны по закону знать. Закон трудовой знать. Закон. Кто не знает трудовой кодекс, не получит зачет. Это справедливо? Не, ну как готовить конфликтологи. Они не знают трудовой кодекс. В чем дело? Так сколько можно в течение двух дней урочно работать? Никто не хочет сказать. Молодец. Как вы догадываетесь, все? Способный народ для чего? Вроде ничего не знает, он бросает и высказывает. Четыре часа, да. В течение двух дней четыре часа. Не более четырех часов. А в год не более 120 часов. То есть, если уже набралось 120, все, дальше нарушение закона пошло. И тот, кто работает больше, тоже нарушитель закона. Он вместо того, чтобы требовать исполнения закона от работодателей, он сам нарушает и помогает работодателю нарушать закон. Кого надо наказывать? И того, и другого. А чего вы нарушаете закон? А вы потенциальный нарушитель, раз вы не знаете, а вы нет. Так, ну вот. А как оплачивается в своих урочках? В двойном размере. Неправильно, правда ваша. Первые полтора часа в полуторном размере, первые два часа в полуторном размере, а дальше двойном. Вот так. Ну и тут важно еще иметь учетный период. Это может либо день, либо неделя, либо месяц, либо квартал. А некоторые делают год работодателей, и уже человек забывает, сколько он работал, не ведет учет, и он его, так сказать, по существу обкрадывает, то есть платит ему не в двойном размере, тогда, когда уже положено. А он и не знает, сколько он работает, то в динарном ему. И в чем идея была Прохорова, который предлагал 6-часовую рабочую неделю. У нас и так многие работают 60 часов, только они сверх 40 за 20 часов первые два часа получают в полуторном размере, а дальше в двойном. А если вот нормой считается 60 часов, то все это в динарном. То есть резкое понижение зарплаты. Хлоп, для тех, кто много работает. Так вот, обязательства есть выходить сверхурочно работать? Обязанность есть у работников? Нету. Кроме некоторых случаев, описанных в возрасте стихийные бедствия, военное положение и так далее, где надо будет работать? Надо будет, надо будет работать сверхурочно. В таких срезвычайных обстоятельствах. Перечисленных исчерпывающим образом в Трудовом кодексе. Если нет, то и нет. И вот докеры, значит, исключили сверхурочные работы, работы в выходные дни, и норму они раньше выполняли на 180%. Ну и, соответственно, получали. Но они не обязаны на 180% получать. А на сколько надо выполнять норму, если вы хотите, так сказать, победить в конфликте с работодателем и добиться реализации своих требований? На сколько надо процентов выполнять норму? На 100. А? На 100. Ну вот чувствуется у вас, еще опыта нет. Ну как на 100. Вот я хотел на 100, а получилось на 99. Ну потому что что-то там не сложилось. А на 99 раз вас и сразу, значит, взыскание вам. Первое, потом второе. И уволили. Не надо на 99, надо на 102%. На 102. Это с переполнения же. Переполнение. И как раз оно такое, знаете, как 102. Ну что вы скажете? Я на 102%, я больше. Ну ходите на 103, там, это неважно. Но это не 180 же. И не 160, а на 102, 103 всего. Вот это очень важно. То есть вот это они сделали. Ну и что произошло? А что произошло? Вагоны от порта и аж до автового и дальше так стояли. И это привело к тому, что стали делать власти города Виадук. Потому что все перегородили уже. Невозможно было через автового выехать на юг. Невозможно. То есть там переезды, все остановилось. А ничего не нарушили докера. А что касается забастовки, они решили один час. Это мы вперед забегаем. Потому что они решили один час, а они не собирались останавливать все. А зачем останавливать на все время, когда можно остановить на какое-то время, чтобы, так сказать, работодатель почувствовал, что могут и больше остановить. Зачем? Надо показать, что можно. Зачем же обязательно на все время? Надо, чтобы зарплата шла. Если я на один час меньше работаю, какая будет зарплата? Возможно, такая же. Почему? А потому что за меньшее число можно быстрее поработать и получить такую зарплату. Зарплата такая же. Домой раньше приходишь. На этот час можно отрезать снизу. Раньше видишь свою семью. Потом уже из этой забастовки очень трудно было народ выводить. Понравилось так летом особенно. Пошли гулять, парк, купаться. Играть с детьми. И это все забастовка. А забастовка идет и идет. Думали работодатели, что долго вы не пробастуете, кончатся деньги. Потому что за забастовку никто же не обязан платить. Если это не было обусловлено какой-нибудь предыдущей забастовкой. Если, скажем, вы прекратили предыдущую забастовку со следующей записи, что обязаны сдавать этот забастовочный фонд работодателям вот с такую-то сумму. В расчете на 10 дней забастовки. Это может быть такое в условиях завершения забастовки? Может быть. И в Европе такие случаи есть. Но если вы не записали, то остались вывезти денег. А зарплату за дни забастовки заплатите. Потому что кто виноват? Вы виноваты, потому что это справедливые требования. А нам пришлось за это бастовать. Так оплатите за все дни забастовки. Но это не зарплата будет, а просто оплата компенсации забастовки. Ну это от чего зависит? От переговоров, от языка или от того, как коллектив будет себя вести. Насколько дисциплинированно, организованно и дружно они будут проводить. Ну, не всегда это делается так, как я рассказываю. Потому что иногда это связано с такой процедурой. А иногда докеры делают первые контейнерные терминалы, они регулярно делают так. Вот у них есть много бригад. И каждая бригада принимается решение профсоюзным комитетом, представителями работников. Каждая бригада должна строго по правилам поработать неделю. Что значит строго по правилам? Вот я вас спрашиваю, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Что, не надо так торопиться? Вот это вы так. А вот это вы так. А они так. И начинают работать. Если они раньше ездили, ну, 60 километров в час на погрузчиках. Вот вы глядываете, генеральный директор. А там как кино, знаете, такое замерение. 6 километров. Ездят в селе безопасности. Потому что случаев много, опасных. Нельзя заставить быстрее ехать. Никто не может заставить водителя, транспортного средства ехать. Он в селе безопасности едет вот так. Эта бригада закончилась. Ну, раз она медленно, то она останавливает всю работу остальных. Остальные все ждут, ждут, ну, все, еду, еду, еду. Вот я бы как. Это называется работа по правилам. А вот никто же не говорит, как надо говорить. Вот лекция читает. Я могу лекции медленно читать. Так? Вот так. Вот так. Это одна бригада. На следующей неделе вторая бригада. Этих бригад много. Что они кто-нибудь нарушают? И вот они сразу смотрят на это дело. А в это время идут переговоры. Вы чем хотите уговаривать? Действиями или словами? Ну, действиями во время переговоров. Вот идет такая работа. Строго по правилам. А потому что еще надо почитать правила. И в них там столько, столько, много пунктов. Например. Вот вы приходите на работу. Что надо сделать? Ну, в порту как вы думаете? Что надо сделать? Если я пришел на работу докер, что это надо делать? Что, работать, грузить, да? По правилам. По правилам я должен вызвать инженера по технике безопасности. Пусть он мне расскажет, как безопасно вести работу. Я сижу и слушаю, как надо. И выясняется, что надо. Так, так, так. Минут 20 он рассказывает, а я слушаю вопросы. Вот вас сколько сидит? Если каждый по одному вопросу задаст, у меня и лекция закончится. Вам же разрешается задавать вопросы, вы просто не используете. Поэтому я вот все на вас нападаю, а так бы у меня тут. Но вы еще не поднаторели. Так. Дальше. А что дальше? Дальше выясняется, что, как объяснил дяденька, не должно быть на тросах больше, чем на 10 сантиметров обрыва одной ниси. Ну, в одной проволочке. Не больше. Один допускается. Ну, потому что будет вторая, там, и раз, и порвется, убьет кого-нибудь. Вы проверяли? Идем проверять гурьбой. Пошли проверять троса. А их много? Много же. Проверили. Ну, теперь все. Вопросы есть. Вот вопросы, вопросы. Все. Ответил инженер. Дальше что нужно делать? Идти получать технику. Техника бывает полностью исправная. На что надо сделать? Вот я пришел. Только хотел сеть на подручек. Дайте журнальчик, пожалуйста. И журнальчик запишу. Это надо сделать, это надо сделать. Вот это хромает. Это не так. Это не так. Тяга не... И вот я сижу около подручек. Ну, когда вы закончите ремонт? Это забастовка? Нет. Вот это и слова. Я тоже считаю, что нет. Какая забастовка? Да когда я работать хочу, вы видите, что... А вы тут все никак-то копошитесь, работники механизации. А работники механизации могут быть в том же зампросоюзе или союзном. Они не спешат. А мы должны тщательно сделать. Дитя-пляп. Что вы у нас требуете, чтобы мы тя-пляп что ли сделали? А потом вы убьетесь. Нет, мы сейчас будем отлаживать ваш. В общем, короче говоря, к обеду. Техника ваша готова. Ну, пора и на обед. А потом, после обеда... А после обеда надо выполнить норму. На сколько процентов? Два. На сколько? Да вы что вообще говорите? Это враг вообще предприятия. На сколько процентов надо после обеда выполнить норму? Ну, днем будет на 50. Мы же вроде с вами этот вопрос обсудили. Опять о своем педите. Это же виртуозы, доферы. Они после обеда выполнят на 102. Ну, если они обычно на 889 выполнят. Что они? Выполнят на 102, чтобы к ним не было претензий. Насколько там волнения в этом администрации? Ну, а как вы себе представляете разговор с силой, аргументы силы? Это не то, чтобы разберутся, дерутся. Почему? Это людям показывают, что они контролируют ситуацию. Они все понимают. И вы должны все понимать. И никогда не было, чтобы администрация чего-то там им говорила. Администрация тоже не дура. Она понимает. Ну, все люди нам все понятно объяснили. Что будет, если мы не подпишем? Вы решайте. Можете подписывать. Можете не подписывать. Ну, вот, а можете посмотреть в окно, как это, в кино. Они видели замедленное? Вот видите, смотрите кино. Председатель правкома, товарищ саржент генерального подводит. Товарищ Южилин говорит. Ну, у нас сегодня акция. Да я вижу. Почему? Поэтому... И тут никаких нарушений нету. Зачем нарушать? Никаких нарушений. Вот вы можете нарушить. Почему? Потому что вы кодекс не знаете. Не из-за злостности своей. А из-за того, что вы не знаете, не изучили. А я вам советую. Потом на меня не сваливаете, что это... Дескать, у нас такой преподаватель был, он нам не рассказал. А вы еще безграмотные, сами не можете прочитать. Ведь я вам могу комментировать законы. А зачем вы сами-то их не читаете? Это ваши законы должны знать граждане. Вот тут про граждан говорят. Гражданин должен знать законы? Незнание законов не освобождает от ответственности за их невыполнение. К ответственности вас привлечь надо. Что, нет? Что вы качаете? Ну, а надо привлечь. Посмотрим. У нас зачет будет, мы проверим. А почему вы только гражданка, а законы только узнаете, только к зачету? Это не противоречит понятию гражданина? Лучше, позже, чем никогда. Это лучше, да, я согласен. Вот ничего не попишешь. Я согласен. Ну, что делать? Вот убедительный. Ведет, может уже и вести переговоры. По крайней мере, с преподавателями по поводу зачета. Вы не забыли, как надо сдавать зачет? Я вам объяснял на философии. Помню. Помню, ну вот. Мы знаем, что он будет. Мужикой будет. Хорошо. Ну, я думаю, что вы понимаете, что процесс подготовки переговоров, он творческий. Мы должны учесть обстоятельства, и с кем вы будете переговаривать, и какие у них есть слабые места, и какие есть сильные места, и так далее. Ну, и уж, конечно, все должны товарищи. А кого включать, если в группу переговорных? Вот так, которые красиво говорят? Или рабочих? Рабочих включить. Потому что, если вы меня вот поставите, а я и ТР, меня можно уволить. А рабочие куда ниже трюма-то не пошлют. Есть такой анекдот, я на этом сейчас анекдот расскажу, и на этом закончим сегодняшнее занятие. В одно село приехал первый секретарь. Старый анекдот советских времен. И вот колхозный пастух собрался на это собрание. Я и жене, говорит, я сейчас пойду, я ему покажу. Все нас гною. Значит, трактора у нас и комбайны разваливаются, потому что они обеспечивают их там запчастями и так далее. Ему жена говорит, ты что, это же первый секретарь? Нет, все равно пойду. Тогда жена решила пойти нас защищать. Все будет теперь с ним. И вот он пришел к секретарь, сделал доклад. Встает Тимок и начал его чехвостить. А его жена тащит за рукав и говорит, ты что? О, это первый секретарь. Она говорит, отстань. Он говорит, отстань. Меня с Тимка, Тимок его звали. Не сымучи. Ну куда его пастуха снимешь с этой работы? Куда его снимешь? Или дочер говорят, ниже трюма не пошлют. А вот этот управленческий персонал, он сочувствует. Он готов участвовать, помогать. Но, его раз, он не твердо себя чувствует на переговорах. Потому что можно его снять. А куда вы снимете рабочих? Тем более, у них в коллективном договоре вот самое главное написано. Можно уволить докера? Или нет? А? Нельзя? Нет, можно. По согласованию с профсоюзом докера. А даст профсоюз докера в согласовании? Нет. Вот и все. Вот и все. И это, между прочим, вы не найдете таких мало, где найдете сейчас в стране, таких коллективных договоров, где есть согласование. А есть только учет мнения. А учет мнения оттягивает просто увольнение. Больше ничего. Так, спасибо за внимание, товарищи. До следующего раза. Спасибо. Спасибо.